Далее ситуации по коронавирусу в регионе в цифрах. На сегодня по области зарегистрировано 488 симптомных больных. 259 из них в Казларде, в Щилийском районе 78, в Жанар-Курганском 58, в Аральском районе 50, в Сырдариинском 27, в Карамакшинском 8, в Казалинском 7, в Жалагашском районе 1. Бессимптомных больных 87, 56 из них в Казларде, в Жанар-Курганском районе 22, в Жалагашском 3, в Аральском и Сырдариинском районах, по два случая в Щилийском районе 1. За последние сутки выписаны из больницы с отрицательными анализами на коронавирус 37 пациентов. Всего на сегодня выздоровели 346 человек. За прошедшие сутки выявлены 18 новых больных, четверо из них симптомные, 14 бессимптомные. В целом, состояние больных и контактных в основной своей массе удовлетворительны. В реанимации 6 человек, состояние двоих из них крайне тяжелое, сообщил на брифинге руководитель областного управления здравоохранения Жексылы Кабдусаметов. В инфекционном стационаре с диагнозом коронавирусной инфекции симптомные течения получают лечение 107 пациентов, в реанимационном отделении находятся 6 пациентов. За истекшие сутки 2 пациента с улучшением состояния переведены в отделение и 2 пациента в связи с ухудшением состояния переведены в реанимацию. Итого 6 пациентов, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппарату ИВЛ. Опасность заражения еще не миновала. Вирус продолжает атаку. Главный врач области призвал населением максимально соблюдать меры предосторожности для предотвращения заражения коронавирусом. За последнюю неделю каждый день регистрируется около 15-20 пациентов. При расчете ежедневного прироста это составляет не более 3-4% в целом. Но цифра 15-20 пациентов в день является серьезным сигналом, что заболеваемость не снижается. Кроме этого, в других регионах нашей республики за последнюю неделю, за последние сутки выявляется резкий подъем регистрации коронавирусной инфекции. Поэтому убедительно просим всех соблюдать меры предосторожности, соблюдать санитарно-гигиенический режим, который является залогом предотвращения и предохранения от передачи коронавирусной инфекции. Продолжение следует...